Сегодня уделим чуть-чуть внимания предметам, подобным веревке. Это может быть веревка, это может быть полотенце, цепь, ремень. Это может быть, допустим, куртка или развернутое полотенце. Все, что угодно, то есть гибкое. Хват. Если достаточно толстая, то достаточно будет схватить жестко. Либо опять же тоже куртку, заплечики берем. Если тонкая, наматываем на руки. После намотки, вторая, если, допустим, это ремень, то здесь будет естественное препятствие в виде пряжки, узелка или еще чего-то. Главное, чтобы во время взаимодействия рука не соскочила. Учитывать стоит основной момент. Это ложится на рукопашные действия. То есть не само по себе. Если у вас нет навыка, нет никакого опыта работы с подобными предметами, они, скорее всего, будут вам мешать. Не умейте, лучше не берите случай выбросить и работайте чисто рукопашно. Если хотите дополнять, тренируйтесь в этом варианте. Хват где-то на ширине плеч. Больше вам будет слишком тяжело работать веревками. Меньше слишком тяжело будет работать руками. Учитывая, то есть найдите удобное положение. И в этом мы уже можем работать руками, использовать веревку. Когда мы бьем рукой, вторая рука сопровождает. Иначе она будет вам же опять мешать. Варианты использования самой веревки. Мы не рассматриваем сейчас волшебные замедушки, душения и тому подобное. Если вы не сможете сделать что-то простое, то об остальном даже речи будет не нужна. Самый простой вариант это парирование. То есть идет удар, мы присоединяемся на любом уровне и просто перенаправляем. Никаких жестких, никакого жесткого движения здесь не надо. Второй вариант это жесткие срывы. То есть здесь мы уже более жестко создаем некое усилие. Опять же, не растянутая. Легкое провисание, но жесткое воздействие. Это можно делать как по рукам, так и, например, в шею, в лицо. Либо наглосит на человека, нельзя задергнуть его вниз. И третий вариант это когда мы бьем палкой за счет резкого растягивания. Это необходимо в том случае, когда, например, мы прямолинейно противостоим. То есть идет удар сверху, например, палкой, ножом. Если мы попробуем поймать, он пройдет. Поэтому наша задача, в последний момент, растянуть сверху, удар снизу. На ногах, впах. Не притормозить, а именно, еще раз. Таким же образом мы наносим удар либо в шею, либо в лицо. Отбрасывая оппонента, если ушел в лунах, будет как стопинг, либо ныночная. После чего дорабатываем ногами. Варианты наработки. Мешок, бревно. Взяли веревку. И работаем обычную рукопашу. Удары, защиты, перемещения. Вставляем в действие веревкой. Переход. Веревка, удар. Удар, веревка. Срыв, удар. Срыв, удар. Сбив, удар. В жизни что-то научились. Свободно работать, что она вам не мешает, она вам помогает. Следующим этапом работа в паре. Становитесь в позицию. Партнер спокойно набрасывает вам сначала одиночный удар, а потом по необходимости он может ускориться. Ваша задача. Мы не только защищаемся веревкой. Мы защищаемся и руками. То есть используем все то же самое. Получилось веревкой сделать? Замечательно. Но вы не должны полностью зависеть от нее. Следующим этапом защита поторо-атапа. То есть мы уже учимся переходить. Защитились, ударили. Защитились, ударили. Веревка, рука. Рука, например, в ряд. Вам, вам. Опять же, она должна быть дополнением и, естественно, входить в программу действий, а не быть чем-то посторонним, что вы задумываете, что же мне делать и как же мне ее использовать. Нет. Очень естественно. И, соответственно, следующим этапом. Легкий спарринг. Опять же, веревка не является основной. Не зацикливайтесь на ней. Она всего лишь помогает вам. Освободите самые простые действия с веревкой. Все вот эти вот фокусы, они хорошо смотрятся на семинарах, хорошо смотрятся в кино. Но, как доходит до дела, почему-то не особо работают. Чем проще, тем надежнее и, соответственно, эффективнее. Но! Если, например, схватили у вас веревку, то есть выдержали, человек схватил, не надо бороться, не умеете срывать захват. Не надо. Он схватил, ну, дайте ему, пусть она ему уже не мешает. Любой предмет должен только быть дополнением и только повышать вашу эффективность. Пробуйте.